всем привет начинаем влог посмотрите какой у нас ветер просто ураган вот почему-то на камере постоянно кажется что он как будто нет ветра ветер сильный посмотрите на траву на заливе я не знаю видно не видно там прям волны короче не знаю что происходит на улице принципе не холодно но ветер ужасно и видите у нас здесь стекло вылетела походу или треснула я не знаю вот сделали такую штуку что никто туда не грохнулся жуть мальчики мои собираются на хоккей они сегодня едут сами без нас вот у димчика успехи знаете прям приятно посмотреть каждый тренировкой все лучше и лучше глаза светятся глаза горят самое главное а я съездила магазин по-быстрому потихоньку покупаем все к новому году спрашивали будем наряжать елку не будем будем украшать конечно же будем и елка у нас уже есть мы уже елка стоит и потихоньку начинаем квартиру украшать знаете хочется вокруг вообще вот сегодня вечером пойду гулять с мышкой если не забуду обязательно поснимаю люди вот вокруг уже украшают балконы у многих уже стоят елки причем елки стоят уже недели две как наверное давно люди поставили то есть между там 1 декабря либо там конца декабря ставит получается уже в ноябре сразу после хэллоуина так что я купила я в долларами была купила вот такую вот веточку но она без гирлянд вот я хочу положить думала положить перед телевизором знаете вот так вот будет красиво но посмотрели димка играет ему неудобно там где приставка вот поэтому я показываю у нас есть камин поэтому это вот веточка пойдет на камин и вечером будем зажигать камин и будем сюда тоже зажигать фонарики сейчас открою еще гирлянду и все дело хочу замотать открыла гирлянду вот такие вот на самом деле это желтый цвет почему-то кажется как будто белый мне кажется на камере единственное что идет на батарейках но именно для такой гирлянды которая будет ее можно будет переносить туда-сюда удобно я вообще не очень люблю на батарейках но как бы они все-таки еще мне очень нравится когда в вазе знаете что-то лежит и вот такие вот гирлянды тоже очень красиво смотрится такой знаете как ночничок сейчас все это хочу обмотать и положите будет очень красиво и все это ещеcen фонарики у нас очень вкусно но вот такая вот вот такая вот в этом году мы будем делать это очень красиво и сейчас мы будем купить вот такие вот мы будем купить ДИМА Приехали с Димкой на тренировку. На заднем плане это Дима. Попробует покататься. Сегодня уже намного бодрее. Молодец. Мы приехали. Мы уже все закончили? Да. После тренировки. Как дела? Нормально, стало сильно. Ну, это хорошо. Завтра еще покатаемся, правда? Да. Посму, как папа, завтра буду падать. Да. Скажем маме, чтобы снимать, а потом мы стоим вместе. Чтобы мы потом посмеялись все вместе. Угу. Давно я вам не показывала закупку. У нас сегодня будет закупка с Костка. Давно мы тоже не ездили. Такая достаточно большая Костка. Это такой оптовый магазин, где вы покупаете прям оптовыми такими большими упаковками. Вот. Вроде бы немного, но этого нам хватит надолго. Давайте вам покажу, да, что вот интересно. Вот что нам полюбились. Это вот такие вот бейглы. Я вам показывала. Я 4-6 штучек. Здесь они идут. Две упаковки. Я одну уже закинула в морозилку. Дальше. Вот такие вот оливки. Кому интересно. Сейчас фокус убежал. Посмотрите. Вкусные оливки. Прям, знаете, я люблю оливки. Эти великолепные. Нам очень понравились. Меня Соня тоже любит. Большая тут баночка. 1 литр. Может быть, кому тоже к Новому году будет интересно. Оливки действительно вкусные. 4 литра молока. Если честно, я очень долго не могла провыкнуть к таким большим объемам. Оно у меня скисало. Даже вот литр молока. 2 литра молока скисало. Но что я сейчас делаю? Я беру сразу большую упаковку. У нас еще есть молоко. Я не открываю. То есть мы открываем. Там неделю, например, пьем. Даже чуть меньше, да, чтобы не рисковать. Я делаю блины. И остаток молока. Вот все, что у меня остается. Там, например, 2 литра. Я его кипячу. Вот. И потом в кофе. Когда вот его пьет. Либо дети бывают хлопья едят. Вот с молоком. Соня иногда просто может молоко попить. Вот. Поэтому беру 4 литра. Получается выгоднее, чем брать, например, литр либо 2. Так намного выгоднее. Дальше. Взяли Филадельфию. Здесь 2 упаковки. По 500 грамм. По-моему, стоило 13 литров. Долларов. Канадских долларов. Я брала в магазине. Просто она закончилась. 350 грамм. У меня, по-моему, вышло 7 долларов. То есть разница очевидна. И, по-моему, я посмотрела, да. Тут срок годности аж до что апреля, получается, 24 года. То есть его хватит и на Новый год останется. Мне кажется, мы не съедим. Если съедим, хорошо. Ну, тут 2 упаковки прям большие. Вот на бейглы хорошо. Так, поехали. Дальше не буду там прям... Взяли бананы. Первый раз взяли в костках. Я люблю зеленые бананы. Вот взяли попробовать. Если честно, не знаю. Первый раз берем. Берем мандарины. Сейчас прям подсели. Здесь 2 килограмма 270 грамм. Брали до этого. Были вкусные. Надеюсь, что эти тоже будут вкусные. Детям чищу. В школу вот Сонька берет. Дима берет. Сразу Соня чищу. Дима сам чистит. Удобно. Так. Взяли этот раз Активию. Берем мы в основном 5 вытоки. Знаете, в бутылочках. Но решили взять что-то и поменять. Вот такие вот тоже брали. Но мы брали Киркланд. Именно Костка этой фирмы. Тоже они идут. Ну, вот такие вот обычные вот эти баночки. Я кладу ложечку. И йогурт они съедают. Ложечку приносят домой. 24 штуки по 100 грамм. Тоже вот мне для школы вообще просто идеально. Дальше. Моцареллу. Я беру всегда вот такую большую упаковку. Можно в морозилку отрезать. Либо просто в холодильнике. Этот сыр хорошо идет на пиццу, на бутерброды. В общем, сразу большой упаковкой. Хватает его надолго. Недели на две так точно. Плюс я делаю салаты тру. Вообще хорошо. Так. И еще обратили внимание на вот такие вот паштеты. Мы уже брали. Какой-то из них не очень вкусный. А вот три было вкусных. Что еще? Большой пакет яблок. Это что, видите, вот большие. Я не люблю большие. Паковку мороженого Киткат брали летом. Я не помню. Мы берем Киркланд. Это именно фирма Костка. Оно вкусное. Оно не сильно сладкое. А вот это вот я, кстати, не знаю. Киткат мы летом брали, но я не пробовала. Вот. Сейчас решили тоже дети. Говорит, давайте возьмем 20 штук упаковка. Тоже надолго. Авокадо в Костка ни разу не брали. Они огромные и они твердые. Хочу попробовать положить пакет вместе с бананом. И, по-моему, с помидорами, что ли. Говорили, что она становится мягкая. Тоже упаковка помидор для салата. И вот такие вот. Беру мини-огурчики. Они мне вкуснее, чем вот эти вот длинные. Так. Что еще? А, я нашла вот такую огромную упаковку морковки. В основном морковка продается такими небольшими объемами. А это получается 2 по 2,27. Почти 5 килограмм морковки. Это будет у нас морковка корейская. Что-то в морозилку, может быть, сделаю. Зажарку, в общем, посмотрим. И по мясу. В этот раз брали свинину. Курицу не брали, у меня есть. Так. Я беру вот такую упаковку. Это идет сало. Я его солю. Оно такое хорошее. Вот, видите, мясное. Можно что-то посолить. Соня на заднем плане икает. Что-то посолить. И очень вкусно с него запекать. И делать такой, знаете, подчеревок. Здесь хорош. Здесь без шкуры. Вот. Но для засолки надо, знаете, такое, чтобы было не сильно мясное. В общем, посмотрим. Там откроем. Здесь получается 2,300. Что удивительно, что сало стоит дороже. Тоже вот сало 11,49. Но вот этот вот кусочек стоит дороже, чем вот кусок вот такой вот свинины. Тоже, видите. А этот стоит 7,59. Свинина дешевле курицы, наверное, в полтора раза. Вас не обмануть. Точно. Даже в два, наверное. И вот такой вот кусок взяли свинины. Здесь 3 килограмма. Я вам каждый раз показываю. Я делю. Делю сразу на отбивные режу. На гуляш режу. Можно просто кусочками оставить. На борщ. В общем, на все, что угодно. Сразу же, уже завтра буду этим заниматься. Не сегодня. В общем, поделю и в морозилку. И, как обычно, 3 килограмма фарша. Такой вот мы фарш берем. Уже не первый раз. Сразу беру 3. Точно так же делю на котлеты, тефтели, например, фрикадельки, на баланьезу. То есть, ну, такими на баланьезу, например, мне нужно немножко, да. То есть, как бы делю сразу. Вот. Так что, вот такие вот дела. В общем, вот такая вот закупка. А, ну и картошку, как обычно, взяли. Покажу. Вот такая вот картошка. Она вкусная. Она вот желтенькая. Сколько здесь я не вижу, я ее беру постоянно. 4,5 килограмма. 4,5 килограмм. Хорошая картошка. Она желтенькая. Она именно для пюре, для супа просто идеальная. Вот. Потому что брали другую. Она вообще невкусная. Она плохо. Ну, в общем, невкусная. Вот это вот и запекать, вкусно и варить. Так что вот это вот мне больше всего нравится. У меня, если честно, после магазина я всегда такая уставшая. Потому что мы ходим с детьми. Соня у нас бежит с одной стороны магазина, в другой. Мы чуть не потерялись. Она побежала на новогодние игрушки. И, если честно, я думала, что я смотрю, ее нет. Я думала, что мы ее потеряли. В общем, еще жарко. Приехали домой, дома жарко. В общем, такую вот сделали мы. Закупочку, кстати, встретили ребят. Так приятно, если честно, даже растерялись. Подошли, говорят, мы вас смотрим. Так что, ребята, если вы смотрите, вам огромный привет. Я сама, если честно, растерялась. Но все равно приятно, что подходите. Вот. Так что все. Сейчас все быстренько в холодильник. Завтра у нас будет все это дело нужно переработать. Вот. Я люблю этот магазин за то, что можно поехать сразу много взять. Я люблю, когда у меня в морозилке, знаете, открыл. Ты знаешь всегда, что приготовить. Не нужно никуда ехать. Потому что магазины, в принципе, не так далеко от нас. Ближайший магазин где-то 20 минут пешком. Да, где-то 20 минут пешком, 25. А по хорошей погоде можно ходить. Вот мы с детьми ходили. На машине, понятно, тут одна минутка, две минуты, и ты уже приехал. Вот. Но не всегда получается на машине. Поэтому, когда все это в морозилке есть, очень удобно. И я также покупала, забыла, как называется, макароны покупала большой упаковкой. Тоже вот в Костка они продаются, по-моему, по 9 пачек. В общем, тоже получается, один раз купила, сделала такую большую закупку. И ты всегда знаешь, что у тебя все это в запасе есть. Так, я люблю такое, и вот мы уже так привыкли. Все, ладно, не буду дальше грузить. В общем, показала вам закупку. Буду все сейчас загружать по местам. Мы еще докупили все для дня рождения Димкинова. Вот. Взяла салфетки, в общем, тарелочки, вот эти вот все стаканчики. В общем, всякую такую мелочевку взяла. Хотела заказать, если честно, все на Амазон. Потому что мы привыкли заказывать там на Валборис. И зашла на Амазон, но у меня там доставка такая, что мне, получается, будет больше, наверное, чем я бы заказала. В общем, такие вот штучки взяли. Взяли шарики. Я думаю, что мы будем, скорее всего, надувать сами. Потому что мы не заказали шары нигде. Я не искала, если честно. Я не знаю насчет доставок. Потому что не сталкивались с этим еще. Вот. Поэтому взяли шарики. Будем надувать. Взяли вот такие вот дуделки. Вот. Придут его друзья. Мы будем дома. Я уже собрала вот такие вот пакетики. Каждому ребенку, получается, будет пакетик с подарком. Там, в общем, игрушка и сладости. Выбрала вот такие вот, покажу. Такие вот разные игрушки. Знаете, такое вот дают. Дарят всякую тоже такую вот мелочь. Ну, такой, знаете, мелочь, но приятно. Это, в общем, такие вот мягкие-мягкие игрушки. И сладости. Там киндеры, разные чупа-чупсы. Вот. Так что вот такие вот, знаете, маленькие подарочки. Приятный подарок после дня рождения. Вот. Поэтому я уже все упаковала, все собрала. И после дня рождения, после того, как мы все это дело отметим, каждому Дима подарит, каждому такой вот подарочек. Тоже хорошо, удобно все в этих пакетиках. Вот. Будем заказывать пиццу. Фри, в общем, он сам попросил. Будет шоколадный торт. В общем, так как он хочет, так и будет. Так что будем ждать гостей. Придут его друзья. Вот. И вот нам нужно будет только, единственное, что вот, заморочиться шариками, найти надо будет еще насос. И будут у нас вот такие вот шарики. Так что мы практически готовы. Осталось совсем чуть-чуть. И Димке, представляете, 9 лет. Мне даже не верится. 9 лет. Уже такой уже взрослый. Так что вот такие вот наши покупочки. Показала и закупку продуктов. И на закупку на день рождения. Новогодней закупки уже не будет. Я вам показывала. Мы там кое-что покупали. Вот. Но украшаем вот так вот потихоньку. Не снимала. Мы с мышкой вышли гулять. У нас так вот украсили. Уже поставили ее волку. Давно уже стоит. Так красиво. С улицы смотрится. И при входе тоже украсили. Веточками. Очень красиво так. Мы вышли гулять. Так с улицы смотрится. Все украсили. И хотела вам показать. Видите. Не знаю видно или нет. Украшены вон балконы. Отсюда не видно как елки стоят. Ну вот. Во многих квартирах. А вон там вот. Нет. Отсвечивает. Видно елочки. Люди украшают. Готовятся. Дожи. Фонарики. Везде. А мы вышли с обратной стороны. Дома погулять. Мне эта часть больше нравится. Там такой красивый залит. Город. Видите. Он светится. Так что мы будем наверное на этом заканчивать. Да, Мушка? Дерочек какой-то поднимается. Тует. Вот. И увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Пока.